Итак, доброе утро. Сегодня у нас что-то типа спецпроекта дополнительной такой записи. Мы очень много в наших предыдущих передачах говорили об аппарате Альфа-Рия, в передаче о стрессах, об ампиризме и других. Сейчас мы выпьем, правда, за здоровье, за ваше. Мы всегда пьем за ваше здоровье, чтобы быть здоровым. Пьем зеленый чай, чтобы вы имели ввиду. В идеальном варианте никаких таблеток и никаких аппаратов. Да, да. А сегодня мы просто хотим выполнить обещание. Несколько людей уже ловили меня буквально на слове, сказали, вы там упомянули, писали, мы поймали, что раскрыть уже в аппарате. А вот доктор Хефис сегодня притащил аппарат, которым свободное от вампиризма время занимается. Аппарат физиотерапевтический, сейчас мы вам покажем. Физиотерапевтический аппарат, смотрите. Напоминает плеер. Называется альфария. Видите, очень похож на плеер, на смартфон. Вот наушники к нему. Издалека даже можно не заметить, что они не в уши вставляются, а вешаются на мочки ушей. Это физиотерапевтический аппарат, который генерирует очень слабые токи. Эти токи попадают через систему лицевого нерва в головной мозг и заставляют головной мозг постепенно приучаться отвечать на внешние раздражители окружающей среды выработкой альфа-ритма. Что такое альфа-ритма? Дневная релаксация. Это полная сосредоточенность и уравновешенность при отсутствии лишних ненужных напряжений. Все. Замечательный аппарат. Ну вот и чтобы продемонстрировать, как это все работает, и какой от него вообще толк, и не нужно ли его сразу выбросить. Мы для этого попросили господина Орлова поработать. У нас чем-то типа обезьянки или русские медицинские, на ком опыте ставят. Посмотрим, если он останется жив и все еще в тюбетейке, то, соответственно, значит, он будет под аппарат. Если он останется жив, виноват в этом буду я. Здравствуйте и прощаюсь. Приятно было бы. Выпьем за его здоровье. Саша, я тебя любил. Очень искренне. Много лет. Слава Богу, дочь выросла. Ну вот именно что. Перед применением аппарата мы аккуратно наушнички смачиваем в водичке. В обычной водопроводной водичке. Неважно в какой, никаких специальных раствор. Вот. Взяли, окунули. Видите, я губки открываю, закрываю. Не свои губки, а губки на этой клеммочках. Видите? Могу свои. Но это к делу не относится. Вот. Смочили. Порошенечко смочили. Стряхнули лишнюю водичку. И Саше Орлову, или любому другому Орлову, не Саше, мы на мочке ушей. Вот. Раз. Не попадаем ни в какую точку. Просто на мочку ушей. Так. Сашенька, чувствуешь на мочках ушей? Чувствуешь? Уже хорошо. Уже хорошо. Уже хорошо. Вы смотрите, я подсоединяю, видите, электродики, да? Я, смотрите, нажимаю кнопку «вкл». Сейчас задрожим. Вот, видите, появилось 20. 20 минут пойдет сеансик. Я мы спрашиваю, Саша, что ты чувствуешь? Ничего. Ничего. Мы добавляем... Нажимаем кнопочку, добавляем немножко силу тока. Хана его мозгом. Так. Теперь что ты чувствуешь? Ничего. 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 Было пять. Да? Мы еще добавляем. Оп. Шестерочка. Сашенька, что ты чувствуешь? Я боюсь показаться... Банальным. Банальным. Но ничего. Но ничего. Замечательно. Еще единичку. 9. Я просто увеличиваю силу тока. Совершенно безобидный, невредный. Да. Ничего. И бесполезно. Нет. Нет. Что-то появилось? Нет. Нет. Последний, десятый уровень. И ничего Саша не чувствует. Нет. Нет. Значит, дальше добавлять некуда. Значит, смотрите, что происходит. На самом деле, Саша, как мужчина, на цифре 6-7 должен был бы чувствовать два эффекта. Легкое покалывание в области мочек ушей и легчайшее головокружение, как будто он выпил рюмочку водочки или стакан пира. Но оно сейчас появилось. Есть, да? Появилось. Так. Тогда уменьшаем. Уменьшаем. Сползаем с верхнего уровня на девяточку. Оно остается? Не полностью. Остается. Возможно. Остается. В общем, Евгей. Это важно, чтобы он понял. Но у тебя же в кадре нет. Что возможно? Не важно. Я просто скажу, что возможно, ты ему не объяснил, что должен чувствовать. Поэтому он не понимает. Я специально это сделал. Чтобы у него не было готовности отвечать на мои вопросы. Так. Остается что-то? Да. Остается. Еще снижаю. Обратно на восьмерочку. Да. Остается. Ну вот замечательно. Значит, мы можем сделать вывод. Смотрите. Саша не сразу почувствовал необходимые ощущения. Он заставил меня сначала подняться до самого, так сказать, верхнего уровня, а потом постепенно начал снижаться. Это означает, что Саша находится под влиянием стресса определенного. Находится давно. И его мозг находится в такой доминанте торможения. Но доминанта эта не стойкая. Потому что Саша достаточно быстро все-таки начал ощущать влияние аппарата. И мы теперь можем постепенно спускаться. Саша, что ты сейчас чувствуешь? Сейчас я ничего не чувствую. Ничего не чувствую. А головокружение снизилось? Головокружение снизилось. Снизилось. Но оно есть. Оно небольшое. Вот. Значит, мы остаемся на этой цифре. Потому что вот это ощущение легкого объединения или кайфа надо ловить на нижних цифрах, а не на верхних. И начинать всякий сеанс надо именно так. С нижних цифр постепенно добавляя через каждые 10-15 секунд силу тока. И как только вы почувствовали легкий кайф, вы останавливаетесь на этой цифре. Значит, смотрите, у аппарата двойное лечебное действие. Действие первое, прямое. Ток попадает в головной мозг и заставляет мозг постепенно перейти в режим альфа-работы. Второе лечебное действие. Человек по ходу сеанса занят концентрацией своих ощущений. Он сконцентрирован на своих ощущениях и он должен постоянно манипулировать кнопками. То есть еще и отникающие действия. Если до момента, так сказать, пользования аппаратом у вас были дурные мысли, плохое настроение, тревога, страх, фобия, отчаяние, да? Просто грусть. Вы постепенно, концентрируясь на управлении аппаратом и на фиксации своих ощущений, вы снижаете общий уровень тревожности. Саша, что ты сейчас чувствуешь? Нисти уровень тревожности. Понятно. А легкое головокружение? Да. Есть. Смотри, я тебе даю этот аппарат, дальше ты им управляешь сам. Вот смотрите, он обратный веренесианс отсчитывает. Видите, когда будут нули на табло, он пискнет и отключится сам. Дело клиента управлять аппаратом самостоятельно, нажимать кнопку больше-меньше, в зависимости от того, что он чувствует. Если слишком сильными становятся ощущения, мы нажимаем кнопку меньше. Если ощущений нет или они низкие, мы нажимаем кнопку больше. Поддерживая ощущения на уровне низкого порода. В день делается один-два сеанса, курс две-три недели. После этого жизнь ваша волшебным образом изменяется. Все. Вот аппарат. Сеанс можно прерывать на любой минуте. Если вы начали 20-минутный сеанс или 60-минутный сеанс, и вдруг вам позвонили, пришла любимая женщина. Начальник вызывает и говорит, пистой народок, я вам повышаю оплату в 10 раз. Или, например, я угадал? Надо же, аппарат действует и на меня. Представляете, я угадал. Или что-то другое произошло. Сгорела яичница, например. Или по телевизору показывают, как наша сборная по хоккею в очередной раз выиграла у канадцев со счетом 3-7. Вы вправе выключить аппарат. Какую бы номинацию вы не выбрали. 20 минут или 60. Во время сеанса вы не имеете права делать три вещи. Управлять автомобилем. Резать на кухне острым ножом колбасу. И идти по улице. Все остальное вы можете делать. Разговаривать с друзьями, говорить по телефону, работать на компьютере, читать книжки, заниматься любовью. Причем, если у вас два аппарата, вы можете один аппарат дать своей избраннице, а второй аппарат нацепить на себя. И уровень оргазма, который почувствуют соседи, будет намного превышать уровень оргазма, который почувствовал наш народ 25 октября 1917 года по старому стилю. Ура. Ура. Что ты сейчас чувствуешь, Саша? Я сейчас совершенно, абсолютно счастлив. Вот, видите. А ведь я ему не дал денег, заметьте. И я ему не сказал, как он красив и умен. Ничего такого ведь не было. Я просто дал ему маленькую коробочку. Покажи еще раз одну коробочку. Ты не можешь. Да я. А, можешь. Молодец. А видите, альфарио. Дамы и господа, если есть нужда, необходимость, ради бога, пользуйтесь аппаратом. Если у вас есть вопросы, вот давайте я сейчас скажу просто адрес своей почты. Можете писать мне письма. berg, собачка, go-me-o-to, точка, ру. Давайте еще раз. B-E-R-G, английские буковки, berg, собачка, go-me-o-to, точка, ру. Вот здесь адрес этой почты для тех, кто на снух не воспринимает, а воспринимает на вкус. То есть на цвет. Он уснул. Это бывает. Мы не будем ему мешать, дамы и господа. Это была альфария. Всем здоровья, счастья и любви. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok